ПОМИДОРКА ЗА РЕШЁТКА Как сообщают разработчики амбициозного, но малобюджетного Pathfinder Online, их игра уже 15 сентября будет доступна для раннего доступа. Попасть на него смогут те, кто влил в развитие проекта или вольет вскоре 100 и более долларов. Для тех же, кто платил меньше, от 50, предстоит подождать еще месяц. Всего предусматривается три варианта паков — за 50, 100 и 1000. Помимо этого хотят добавить премиум паки, что наградят вас титулом, предметом или локацией с собственными именами. Очередной раз разработчики World of Warcraft делятся подробностями дополнения Warlords of Draenor. На этот раз поведали они о локации пики Арака. А если вдруг вы играли в старенький Burning Crusade, вы должны помнить расу Аракоа, которые к тому времени окончательно перешли на темную сторону. Но раз нас ждет приключение в прошлое, мы увидим, какими они были на самом деле. Увидим изгнание и борьбу этой, с одной стороны непримечательной расы, выживающей на суровой земле. Не так давно для игры Landmark вышло очередное обновление. Самой главной его особенностью стала возможность создавать свои собственные гильдии. Правда, пока от этого никакой пользы. То есть добавили, чтобы протестировать. Помимо этого добавили новые виды стекла и льда. Не обошли стороной и мебель. Появилась возможность устанавливать посуду, еду, напитки, бочки, прожекторы и прочее. Также добавили новые костюмы на манер Planetside 2. То есть ничего необычного. Для тех, кто не успел поучаствовать в первом закрытом бета-тесте игры The Crew, не стоит разочаровываться. Не так давно в своем твиттере разработчики сообщили, что собираются запустить еще одну волну игроков. Вместе со вторым этапом ЗБТ. Случится это 25 августа. Правда, пока что мне непонятно, добавят ли новый контент для теста или же просто привлекают внимание аудитории такими щедрыми подарками. Компания Gaijin Entertainment недавно сообщила о запуске программы поддержки пользовательского контента для игры War Thunder. Суть ее в чем? Вы создаете контент, будь то карта или самолет, и если она понравится другим игрокам, вы получаете 25% от ее продаж. Подобная система уже используется в некоторых западных проектах, типа тех же игр с Sony. И скажу вам, работает она неплохо, ввиду того, что игроки сами себе придумывают развлечения, а заодно и получают за него копеечку. Как вы знаете, на сервера Terra было установлено крупное дополнение, про которое мы уже рассказывали. Но разработчики не планируют на этом останавливаться, и уже рассказали о планах на будущее. Наиболее интересный из них уже знакомый многим элемент захвата территорий, а конкретно клановых летающих замков. Всего их предусматривается 10, бороться за которые предстоит каждые 4 недели. Но вот тут все вообще переворачивается с ног на голову. Получить замок может клан, у которого в составе более 60 человек, причем как на ПВЕ, так и на ПВП-серверах. В первом случае просто дичайший фарм инстов и прочего. Во втором же придется убивать персонажей вражеского клана, с которым у вас идет война на открытых всем территориях. То есть никаких прямых захватов, только стороннее ПВП с последующей наградой. По-моему, бред. Разработчики Stair Citizen продолжают баловать людей, вложившихся в их проект. Помимо открытия онлайн-режима для всех спонсоров, они ввели в игру новый режим, что напоминает стандартный Capture the Flag. Суть его в захвате ядер с базы противника и доставке на свою. Победу одерживает та команда, которая захватила 5 ядер, или же по истечении 20 минут, после которых идет подсчет очков. Но в отличие от стандартного захвата флага, у режима есть особенность, в виде того, что после убийства носителей ядра, оно пропадает через 30 секунд, если его не вернут или снова не захватят. То есть ядро не будет вечно висеть в космосе, пока его кто-нибудь не вернет. Если вы помните старые выпуски, в одном из них я рассказывал о игре Wolf Nights Online, сессионной MMORPG. Спустя довольно-таки большой срок стали известны некоторые подробности игры. Например, одна битва, называемая в игре сезоном, будет длиться в среднем час. Вступить на нее можно в деревню, где вы закупаетесь экипировкой и расходниками. Всего предметы состоят из двух типов. Те, что добываются на поле боя, там и используются, и предметы, что привязываются к аккаунту, типа экипировки. В остальном же рассказали только о ресурсах персонажей и главнокомандующих. Но система еще настолько не проработана, что я даже не вижу смысла о ней рассказывать. Но игру лично я ожидаю. Ну и последняя на сегодня новость. Black Ship наконец-то переименовали. Теперь игра называется Asker The Light Swallowers. Помимо этого, разработчики выложили трейлер и сообщили, что сейчас они заняты подготовкой игры к первому закрытому бета-тесту. Так что всех любителей красивого нон-даргета с возможностью использовать игровой движок прошу ждать. А заодно за проектом буду следить я. Ну и как всегда под конец у нас интерактив. Скажите, пожалуйста, вы играли в Askent и Dark Blood Online? Как вам эти игры? В Askent не играл, а вот на ДБО готовится мой обзор. Миша, а что ты думаешь о лодах онлайн? Ничего, и думать о них не хочу. Какая у тебя средняя продолжительность жизни в отдельных взятах ММО, которые понравились? В какую ММО залипал дольше всех и почему? Тут всё по-разному. Например, в Lineage 2 я залипал порядка четырёх лет, а во все остальное играю по возможности, но времени всё меньше и меньше для этого. На этом я заканчиваю. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите вопросы к интерактиву в комментариях. Ну и не забывайте про отзывы. Также напомню, что на канале есть и другие новостные передачи. О всех новостях игровой индустрии вы можете узнать в игровой ленте. А если интересуетесь новинками инди-игр, рекомендую заглянуть в IndieGo. Теперь точно всё. Всех благ. Пока.